Голоса наварингойских вокалистов зазвучали в стенах испанского монастыря. Образцовый детский хор «Сияни» вернулся с международного конкурса «Золотые голоса Монсерат». 19 воспитанников детской школы искусств номер 2 исполнили духовную программу. По возвращению своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Подробности в сюжете. Песня «Сияни» Совсем недавно голоса наварингойских хористов звучали в Испании. На международном фестивале «Золотые голоса Монсерат». Коллектив «Сияни» вернулся с почетным вторым местом. В мире это считается очень значимым. Почему? Потому что он связан, во-первых, с духовной музыкой. Это раз. Второе – с величием места. Все-таки монастырь и Монсеррат – это что-то возвышенное, божественное. То, что связано с духовной хоровой музыкой. Монсеррат – это Бенедиктинский монастырь, духовный символ и центр паломничества католиков со всего мира. Впервые за его тысячелетнюю историю здесь выступили мирские коллективы. Атмосферой праздника и духовности была наполнена вся поездка новоуренгойцев. Воспитанники школы искусств смогли не только спеть в священном месте, но и прогуляться по историческим улицам городов. С многовековой историей Тоса де Мар, Олеса де Монсеррат, Лора де Мар и Барселона. Это деревья, имитация деревьев. Любое чудо мимолетно. Новоуренгойцы вернулись домой с дипломами, подарками, фотографиями. Но самое главное, у каждого души остались незабываемые впечатления, которыми они спешат поделиться. Больше всего мне понравилось в Монсеррате, потому что там очень красиво и там запоминательно. Горы, много чего было рассказано в самом автобусе, много всяких легенд. Частичка солнечной Испании останется на всю жизнь у каждого в душе. Желая еще не раз вернуться туда, участники хора еще с большим рвением стремятся к творческим успехам. Наталья Худяева, Марина Кошмак, Феликс Россихин, Служба новостей, Импульс.